всем привет продолжаем изучать эластик и сегодня предлагаю немного практическое занятие тем самым мы закрепим предыдущие темы маппинга и аналайзеров и перейдем к связанной теме реиндексации что же поехали как сказал занятие или ролик будет больше практически я здесь подготовил уже множество запросов поэтому что мы будем делать я просто буду копипастить и ну рассказывать поехали для начала мы создадим индекс самый простой обычный индекс дадим ему маппинг где у нас будут два поля это name и description причем name у нас типа keyword а description текст я надеюсь что вы помните разницу поэтому здесь останавливаться не буду что же дальше поехали теперь давайте сделаем следующее добавим два документа я буду хранить книжки скажем так документ 1 и документ 2 то есть анукаренину и а к in action давай теперь ну чтож у нас есть индекс давайте взглянем на него быстренько около значит так продукт вот мой первый документ ну и подтвердим наши маркинки текущие вот они текст и keyword да надо было добавить слово дисплей вернее динамик динамикс x чтобы всякая ересь не добавлялась забыл это сделать ну ладно будем с тем что есть теперь давайте поищем какие-нибудь документы очень простые запросами знаю что я них они еще толком не рассказывал об этом будет одно из последующих видео где мы эта тема чуть подробнее коснемся хотя все же тут было бы лучше почитать на документацию то есть какой запрос вам нужен что вы хотите извлекать принципе там нет ничего сложного ладно давайте делаем простой запрос пытаемся найти такой документ в котором поле мат матч это по сути дела вы ищете по полю типа текст так вот поле description содержит можно сказать по talking system вот как это был на самом деле может перевести ну что ж нашел такой документ как мы видим это у нас а к н action все хорошо давайте найдем второй документ также по полю description который у нас типа текст напоминаю и собственно все хорошо теперь давайте сделаем запросы немножечко другие попытаемся найти по префиксу но по префиксу я буду искать другое поле поле name почему name потому что она идеально для этого подходит префикс и кейворд это кейворд напоминаю хранить как есть до слова соответственно и запрос я выполняю как есть то есть анализатора они фактически разбивают на токены и затем засовывать инвертуты здесь немножечко другая история мы ищем как есть как есть соответственно я должен найти такой документ где нэйм начинается а к и нэкшн ну давайте я даже здесь а к и и как мы видим снова нашел но что произошло бы если бы я хотел бы найти description какой здесь у меня бог оба текст и также по префиксу префикс это начало те кто все еще не догнал что было бы странно значит так к баут мук и баута давайте еще один пробел по сами поскольку здесь есть пробелы и проблема в том что документы уже не находят а почему потому что у надеюсь задействован анализатор как мы уже знаем причем стандартный то есть я хоть здесь маппинги явно не указал но помните что когда мы пишем текст и не указываем каких-то анализаторов то здесь имеется ввиду стандартный что аж каким образом мы мы могли добавить возможность из поиска по префиксу причем кстати вот такой запрос вас мог бы ввести в заблуждение видите на нашло две книжки типа префикс потому что префикс по токену а только нас бук понимаете в чем прикол надеюсь что да так вот а я хотел бы действительно искать по префиксу напомню что токен это не то же самое что вы написали токены они формируются по-разному там могут выкинуться всякие пробелы знаки восклицания и все такое то есть ну зависимости от того кого у вас анализатор но префикс то на самом деле что я хотел бы я хотел бы искать как есть мне нужно это сделать каким образом мы уже в прошлый раз узнали что есть такое замечательное внутреннее свойство у каждого property называется fields который фактически мы можем сложить новые способы поиска давайте это сделаем для этого нам нужно просто изменить текущий маппинг копипаста что ж отлично добавили текущий маппинг вот наше поле теп теп до теск добавляя использую внутреннее поле fields напоминаю что это абсолютно никак не затрагивает текущую документ это просто используется для внутренней кухни добавляем raw это то каким образом мы будем обращаться к этому внутреннюю поле для поиска и помечаем что это у нас будет тип кейвор то есть вот для description и type text и для description raw type его используется одна и та же входная информация ну на примере вот здесь вот вот это строка бы использовалась но искать они будут принципиально по-разному в зависимости от того что я хочу давайте я еще добавлю новый документ и сразу скажу ой опять это моя любимая ошибка памяти не хватает не пофиксила этот момент ну ладно так пофиксил я ее теперь дальше вот мы вставили документ зачем я его вставил потому что старые документы автоматически не индексируется согласно новому правилу которое вы его привязали вот вы добавим вот мы сейчас что сделал фактически мы добавили новое правило поиска но чтобы она работала я должен как бы проиндексировать это поле по новой она старым автоматом не применяется а вот к новому применится что давайте найдем его то есть вот я вставил документ я пытаюсь найти этот документ по полю description используя теперь здесь я напомню что мы теперь изменили маппинг вот как он выглядит raw вот я обращаюсь к этому raw и ищу по префиксу почему могу искать по префиксу потому что здесь тип кейворд и воля что мы видим нашло 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 но вспомним какой у нас документ был номер один подтвердим что в действительности к старым не подтверждается пулка баут бук ну и хватит как видим не нашло то есть наша задача сейчас как с каким-то образом за рефреш текущие данные или каким-то образом загрузить вот информацию в новый индекс можно сказать каком-то смысле давайте это сделаем и здесь есть очень простая команда называется апдей байт квэри в принципе она ничего особенного не делает вот так что давайте прочитаем я обновить по запросу какой запрос булевский запрос не должно существовать поле description raw тогда мы это обновляем фактический документ ну собственно то то есть мы как будто бы переиндексируем и теперь поскольку мы уже стали документ передексировать мы можем искать и как мы видим нашего теперь нашло 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 хорошо это мы по проблему решили и вспомнили и немного попрактиковались на санализаторами с некоторыми его свойствами то есть напоминаю что общую глобальную идею что эластик работает на расширение все изменения которые добавляете вы затем должны каким-то образом их подтвердить обновить но что-то сделать в общем нужно будет ну собственно это как бы обычная по идее история но не совсем очевидно допустим вы здесь как будто бы не данные добавлять а всего лишь способ поиска и даже для способа поиска вам фактически нужно переиндексироваться ладно дальше поехали теперь поговорим именно о перетендексировании допустим вы добавили новое поле она вас не устроила и вы хотите его выкинуть или вы добавили множество анализаторов то есть вот наше поле fields да фактически вот здесь вот оно здесь одно поле представьте что мы добавили несколько анализаторов и они все живут памяти всем нужно то есть вот для этого и для этого фактически используются разные данные используются осуществляется по разному и допустим мы хотели бы избавиться а поскольку я как уже сказал глобальная идея фактики работы только на расширении вы не можете просто взять и изменить текущий маппинг путем удаления нет по большому счету вам всегда нужно будет создавать новый индекс и переливать данные чем мы сейчас и займемся что же давайте для этого подготовим новый индекс назову его не заслама слова то продукт 2 и удалю поле description ну по отношению продукту обычному и что ж как мы видим мы видим что все хорошо ну да и давайте я вам покажу что здесь маппинг отличается отлично что ж ну давайте посмотрим еще документацию api достаточно простая когда вы хотите переобладать данные из одного места в другое вы просто используете api и индекс и и сорс источник если вам нужно более сложные условия то придется вам прочитать документацию я про покажу пару ну ладно покажу один кейс который по мне достаточно важный остальные вы уж как как мы давайте самостоятельно то есть реиндексация по сути тела это копирование ну какое-то выборочно полная просто из-за того что на ласк наложенные какие-то рода ограничения и зачастую вам придется им воспользоваться хорошо давайте это сделаем давайте сделаем но каким образом я хотел бы это сделать смотрите вот у меня вот день нужно понимать что эластик когда делать переиндексацию он полностью скопирует сорс из-за старого то есть он скопирует оригинальный документ который был загружен для для поиска и его перезагрузит в новый я почему говорил о том что я тут зря не поставил динамик стрит или что-то вот это когда хотя бы динамик файл потому что сейчас если я сделаю переиндексацию и не поставлю никаких дополнительных условий у меня документ переплывет как есть давайте это явно покажу и ум из-за того что я здесь не поставил всякий динамик стрит у меня еще изма изменится маппинге давайте явно это сделаем обезображу если у меня конечно уже был с примером где я ограничиваю то есть вытягиваю только нужно ладно мы им чуть позже воспользуемся так вот я и и с один из продуктов продукт 2 вот этот а вершин тайп экстернал это смысле ну тип версии документа она будет использоваться окей перетекет что же мы видим произошла вставка и теперь давайте посмотрим как изменился маппинг маппинг изменился потому что здесь соурс абсолютно другой вот видите полуции дефолтная фигня поехала а теперь давайте я добавлю еще какой нибудь простой документ покажу что явно еще давайте 4 4 документ 4 документ вставляю ставил теперь мне нужно так теперь что я хочу хочу а хотел я ограничить вот сейчас я это сделаю тот запрос который вы уже в принципе видели о реиндексации только я явно указывайте поля которые я хочу чтобы у меня в итоге попали конечный документ такс тотал фоу тотал фоу вот мой документ был первоначально в индексе и сейчас я посмотрю какой документ у меня в новом индексе а почему потому что там ошибка до тотал фоу до этот зиро опять эта ошибка блин вот крейте сейчас создался ну собственно вот я обрезал как я и хотел так все и последний момент о котором я хотел быть еще поговорить когда мы говорим о пире индексирование вот когда мы переносим сорсы да они копируются как есть то есть если допустим смотрите у вас в старом а хотя давайте на практике сейчас покажу правда придется немного руками подписать давайте задать создадим еще один индекс так столько у него знаете что сделаем я вот изменю теперь здесь вот интеджер интеджер и это у меня индекс пусть будет 33 отлично создали индекс теперь мне нужно еще добавить какой-нибудь документ у которого мы пометим description как допустим значение 33 и так 33 документ будет тоже 33 чтобы просто удобнее было для поиска так отлично вставили документ теперь что я хочу сделать я хочу сделать переиндексацию только вот в наш новый индекс новый индекс новый индекс давайте это сделаем зачем я это все показываю я хочу показать каким образом у нас документы хранятся сорс будет храниться и как идет соответствие типов то есть здесь может быть не совсем ожидаемо но опять эта ошибка но что фактически произойдет так давайте смотреть значит так 33 вот наша схема который мы задали интеджер помните интеджер теперь вы понимаете почему здесь на самом деле документов то не 5 как в прошлый раз а один а в оригинале у нас всего 5 документов то есть он некоторые смог распарсить а некоторые не смог распарсить то есть эластик грубо говоря ну это наверное связано с тем что активно используется джи сон то есть когда он может он преобразуете по когда не может не преобразует но здесь проблема в чем то что вот этот документ вот здесь вот сорс когда вы вытянете он не изменился хотя если мы будем искать ну давайте давайте поищем так в индексе 33 так здесь терм терм это каком-то смысле как кейворд то есть и ищу как есть цена так дискрипшен и есть я не строку ввиду а именно цифра и как мы видим нашло но документа вынула тот который был по оригинале то есть преобразование типа хоть и он произошло скажем так для поиска но документ сохранился какой есть и это очень важно когда вы меняете маппинги то есть и делаете реиндексацию и меняете типы то есть следите 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 в принципе при индексации можно менять тип можно задать поле скрипт и там явно ой сделать преобразование тут интересно есть какой-нибудь пример со скриптингом давайте быстренько пролистая вниз там наверно что-нибудь может быть интересно есть а вот вот что типа такого вы будете писать скрипт в сорс вы вводите напишите код каким образом вы преобразуете прошлый тип в новый тип фактически вот что вы будете делать если это действительности необходимо ну все вот на этом я пожалуй дело закончу то есть мы посмотрели вспомнили попрактиковали эластик и аналайзер посмотрели реиндексацию определили некоторые тонкие моменты в частности что нужно следить за типами и общая идея реиндексации что поскольку эластик работает на расширение и если мы хотим изменить текущее состояние сократить его или поменять какой-нибудь тип зачастую нам приходится прибегать именно к реиндексу все отговорился